Мы все хотим быть здоровыми, счастливыми, молодыми и как бы продлить нашу молодость, здоровье и красоту. Потенциально, теоретически, каждый это может сделать, а практически не каждый. Первое, что не хватает для человека, это знания, правильных знаний. Для того, чтобы отличить ложную информацию от истинной информации, мне понадобилось, Миша, всю жизнь мою. Для того, чтобы отфильтровать, просеять, поездить по миру, собирать это как бы по крупицам. И теперь я, когда всё это собрал, я готов это отдать для того, чтобы другие были счастливы и здоровы. Поскольку мы все едины в глазах Бога, мы все братья и сёстры, как говорит наша церковь. И поэтому грех не поделиться и не рассказать то, что я собрал за всю мою жизнь. Значит, первое, что я хочу сказать, когда я в штате Аризона, я там прожил пять лет. В течение пяти лет я сдал экзамен, медицинский экзамен для всех иностранцев. Это равносильно то, что я кончил мединститут в Америке. И после того, как я это всё сдал и понял, в чём заключается официальная медицина, я развернулся и сразу же стал заниматься альтернативной медициной, поскольку это было мне не по душе. Выписывать таблетки и чувствовать себя врачом – это не для меня было. И я, значит, сразу сдал экзамены в Western University на гомеопатию, натуропатию, психотерапию. И защитил докторскую диссертацию на то, что нет ни одной болезни, где бы не вовлекалась печень, желчный пузырь и желудок. Это первое, что начинает разрушаться, расстраиваться, естественно, не только здоровье, но и молодость, и красота. И к нам приезжал из Калифорнии один уже старый врач того поколения. Ему было за 90 уже. Он приехал из Калифорнии в Аризону для того, чтобы преподавать последний раз в своей жизни. И вот он нам рассказывал политику медицинную в Америке. Так его как тренировали, это еще было до революции, когда он кончал, так же, как и в России. Применялись пьяки, применялся, значит, озон. Дальше ароматерапия, гомеопатия. Он был и хирург, и гомеопат, и натуропат, и травник. Вот так тренировали старую медицинскую школу. Все его техники и так далее, они были очень похожи на техники академика Залманова. Вот, та же пальпация, аускультация, вот, расспросы, клинический диагноз. Вот, это пропедевтика внутренних заболеваний. Старая медицинская школа. Вот, и поэтому много чего он, значит, нам рассказал, научил. И я это все усвоил, до сих пор у меня в конспектах это есть. Значит, первое, что он указывал, что любая болезнь – это стрессы. Любая болезнь – это разочарование, любая болезнь – это невроз. Потому что болезнь, которая длится больше трех месяцев, она переходит в хроническую стадию, и у человека нарушается психическое состояние. То есть, он постоянно в таком возбуждении, и у врачей нет, нет, как бы, поддержки моральной. И чтобы сказать, друзья, это все излечивается, вот пройдите программу, и все будет в порядке. Нет, там никакой надежды на излечение нет. Поэтому у всех больных, включая болезни кожи, вот, нет надежды на выздоровление. Отсюда возникает невроз. Что говорит у нас Библия? Without hope, my people perish. Without vision, my people perish. Без поддержки моральной и психологической человек медленно гибнет. Поэтому у меня, значит, все эти болезни, особенно болезни, вот, значит, которые, которые имеют тенденцию хронических заболеваний, они прежде времени старятся. Значит, прежде всего, нужно убрать стресс. Прежде всего, нужно дать человеку понять, что человек, ну, не просто мясо, рыба, вернее, кровь и кости, но и живая душа, где обитает Святой Дух, через которого будет проявляться эта волшебная сила внутренняя, резервная сила, которая вытаскивает человека из всех болезней. Это не умом человек, как бы, восстанавливается, а вот именно душевной силой внутренней. Но это надо, эту силу надо запустить, потому что сам человек не в состоянии это сделать. Он в депрессии. Его надо вытащить из этой депрессии. Так вот, я расскажу некоторые техники, которые запускал в свое время знаменитый академик Райков. Так вот, его уже нет в живых, но он очень много написал трудов своих о том, что преждевременная старость это и есть недостаточное выделение кровь гормонов. Так вот, я хочу показать вам, друзья, вот видите, вот это и у нас внутри, значит, в середине мозга имеются две железы, гипофиз, три даже, гипоталамус и шишковидная железа. Вот это все железы, вот видите, они должны максимально выделять железы, гормоны. Окей, продолжаем нашу программу. У нас был перерыв в соединениях Меркурии. Все, скидываем на Меркурию, ретроградные, значит, коммуникации у нас могут рассоединяться. Сейчас мы опять на связи, доктор Увайдов, вам слово опять, давайте продолжим. Да, я вспоминаю профессора Райкова, Разыграева, он также работал в Москве, вместе с ним обои психотерапевты, обои владели гипнотерапией. И, естественно, вот эти методики, они уже были опробированы на сотнях, может быть, на тысячах людей, которые помолодели, оздоровили себя, избавились от разных проблем, не только психических, психологических зависимостей, но также от различных хронических заболеваний. Потому что душевные силы, они могущественные, их надо пробуждать, их надо стимулировать. Так вот, один из методов омоложения, когда я говорю омоложение, это значит омоложение и внутреннее, и внешнее. Так вот, омоложение внутреннее, это стимуляция всех желез внутренней секреции. Вот, у нас вот это 27 желез внутренней секреции, и еще печень и кожа, это уже 9. Это тоже входит в состав желез внутренней секреции. Так вот, искусственный врач, он должен и обязан восстановить гармонию, потому что психология, психика женщины и мужчины зависит от количества выбрасываемых гормонов каждую минуту, каждую секунду. Управляет это гипоталамус. Вот, и все эти железы внутренней секреции должны питаться через кровь, через капилляры, которые приносят все жизненно важные необходимые элементы. Электролиты, микро-макроэлементы, белки, жиры, углеводы, аминокислоты, электролиты. То есть, клетка должна наша питаться максимально этими элементами. Особенно, когда я говорю про микроэлементы, это, значит, йод, молибден, это селен, это кремний, вот, и так далее. Так вот, если не хватает этих микро- и макроэлементов, то витамины не могут всасываться в кровь. То есть, бой будет с витаминами, какие бы он ни принимал. Ну, естественно, нужно естественные витамины принимать. Есть растения, которые природа создала, которые стимулируют и восстанавливают гормональный баланс. Вот, я всегда применяю эти гормоны, поскольку у нас не хватает их. И человек должен сам стимулировать. Через массаж, ароматерапия, там такая высокая вибрация, и эта вибрация заставляет вибрировать эти железы внутренней секреции. Вот, и все эти железы внутренней секреции, повторяю, должны быть пропитаны этими элементами, особенно йодом. Не только щитовидная железа должна быть пропитана йодом достаточно, но и все другие железы, включая печень. Иначе все будет буксовать. Все внутренние органы будут буксовать. И никакие лекарства не помогут. Так вот, один из методов академика Райкова и Заиграева состоит в том, что человек погружается в трансовое состояние. Ну, допустим, ему 45 лет. Женщине 45 лет. У ней морщины. У ней завышенный вес. У ней буксует эндокринная система. Никакие лекарства не помогут. Нужно работать на психологическом уровне, на физиологическом уровне, на энергетическом уровне. Так вот, психологический уровень – это уничтожение всяких стрессов, волнений, забот, переживаний, неразрешимых проблем. Это прекрасно справляется с этим врачи-психотерапевты и гипнологи. И им внушается в трансе, что им 15 или 17 лет, они должны вспомнить самые счастливые моменты жизни. И когда они это все вспоминают, значит, гормональная система под руководством гипоталамуса начинает вырабатывать максимальное количество гормонов, как это было в 15-16 лет. То есть, получается, через психологию вырабатывается большее максимум количество этих гормонов, которые омолаживает и оздоравливает человека. И даже независимо, какая болезнь. Особенно кожные болезни. Гладкая, чистая, красивая, упругая кожа – это и есть высокая степень гормонального фонда, то есть выброс этих элементов гормональных, которые выделяют кровь для здоровья и счастья человека. Так вот, этот человек, когда погружается в транс, он воображает, он не знает, какое это время. Он чувствует себя так, как будто ему 15-17 лет. Он видит себя в таком возрасте. И, естественно, когда состояние счастья, вырабатываются еще эндорфины, гормоны счастья, расширяются сосуды, усиливается кровообращение, эмоциональный подъем, разглаживаются морщины. Это, между несказки, это уже давно испытанные средства, но почему-то очень и очень редко кто вообще слышал. Ну, на самом деле, это действительно не сказки. Я посещаю заморскую страну Индию и проходил там много таких процедур, которые называются панча-карма. Это очистка организма с помощью вывода токсинов из организма. Там есть панча, это 5-5. И человек действительно омолаживается и внутренне, и внешне. И это здорово и замечательно. И такую процедуру рекомендуется проходить один раз в течение двух лет. А поскольку, вообще-то говоря, такую страну только на карте многие знают, соответственным образом никто этим вопросами не занимается. Ну, для этой цели не обязательно ездить в Индию, а хотя бы, дорогие друзья, обращаюсь уже к вам, а хотя бы можно было бы воспользоваться и нужно было бы воспользоваться советами человека, который не просто где-то там что-то закончил в медицинский институт, а практически уже более 40 лет это все делает и делает это очень успешно. И тому свидетельством огромное количество благодарных людей, которые об этом пишут везде. В социальных нетворках и в имейлах и так далее, и так далее. Поэтому это без сомнения не сказки. И те, кто хотят в этом убедиться и попробовать, в милости просим, можете обратиться к нам, можете обратиться к доктору Вайдову, особенно те, кто живет в Украине. Он сегодня там находится, прямо на месте, можно сказать, принимает. Вот, не знаю, будет ли он принимать, потому что, возможно, он скажет, нет, раз это пришли твои радиослушатели, вот ты давай и занимайся. Я вшучу, конечно, дорогие друзья. Давайте внимательнее к этому отнесемся. Продолжаем. Да, значит, вспоминаю, когда я работал в самой большой клинике Союза СССР, на 400 койк, пришел ко мне один босс, европейец, ну, было 36 лет, помню, с таким большим-большим животом, как беременный. И он был начальным какого-то там цеха, я уже не помню. Ну, я его, когда раздел, посмотрел, кожа была страшной такой, в прыщах, обрюзшей, вот, отекшее лицо. И он, значит, был женат, у него было двое детей. Он хотел, значит, записаться на плавательный бассейн и пришел ко мне для того, чтобы я его полечил немножко и написал справку, что нет у него инфекционных болезней. Я ему говорю, ты хочешь похудеть? Он говорит, конечно, хочу, но ничего не получается. Я говорю, ну, хорошо, приходи. У меня был, значит, частный кабинет, я говорю, после работы и так далее, потому что я принимал по 20-25 человек. Естественно, я не мог уделить ему внимания. А у меня был гипнотарий, где я жил, у меня был отдельный гипнотарий. И, значит, я его погрузил, значит, в транс и дал ему вот эту психотерапию. И дал ему программу, что он в течение двух недель вообще не будет ничего есть. Что я ему назначил? Перечисляю. Значит, соковая диета. Значит, алоэ вера. Он сам делал, потому что там алоэ было очень много, в Ташкенте в тот период времени. Нет, было не было проблемой. А в Америке сейчас любой может купить алоэ вера. Дальше я ему назначил ароматерапию. Ему стало делать ароматерапию. Это, как бы, похоже на панча карма. Вот. Дал я ему гидротерапию, значит, с ореховыми листьями, дубовые и ореховые листья. И, значит, я ему дал домашнее задание, значит, дать обязательство, что в течение двух недель он ничего не будет есть, кроме соковой диеты. Помимо этого, будет делать ароматерапию, массаж, гидротерапию специальную. Я вот сейчас хочу... Это старая методика врачебная, которая применялась еще сто лет тому назад с большим успехом. Разработал ее Кнейп, Севастьян Кнейп, которого вылечил самого богатого человека в Европе, Ротшильда. Вот эти методы, вот те же методики он применял, гидротерапия. Вот, так что был потрясающий успех. Значит, каждые два-три дня у него ремень на одно деление уменьшался. И через две недели он пришел, он говорит, я уже должен перешивать все эти, значит, костюмы, брюки, все должен поменять, потому что уже ничего не держит. И, значит, потом я ему дал специальную диету вегетарианскую, сбалансированную, продолжал делать психотерапию, и он превратился в молодого человека, которого 36, ему 46 лет такой обрюзший был. Он стал молодым человеком. Вот, значит, то же самое, я ему еще травы давал, целебные травы, которые разжижают кровь. вот, значит, результат. Кожа стала гладкой, шелковой, бархатной. Он почувствовал себя как бог, значит, полностью перевоплотился. и теперь женщиной, значит, он стал больше и больше успеха. И, как-то он пропал, приходит теперь жена его. Поэтому и пропал? Пропал, да. Приходит жена, чуть ли не соскодал, говорит, что вы сделали с моим мужем, вы его испортили. Я говорю, что значит? Вот он стал встречаться с другими и так далее, поймал инфекцию. Вот. А мы семейные делали, что вы с ним сделали? Я говорю, ну, я же не хотел, чтобы он поймал инфекцию. Не надо. Доктор Уайдов, не рассказывайте вы нам. Конечно, вы этого не хотели. Зачем вы омолаживаете? В общем, а она-то попросила то же самое сделать с ней? Нет, у ней было все прекрасно. Без всяких омоложений и так далее. Интересная женщина. Но я просто еще хотел сказать, что он был настолько перевоплотился с этого, он ему не давал, никто не давали 36 лет. Все давали больше намного. До того? Ну, конечно, да. Представьте себе такой же вот и так далее. Мы ему дали и очищение, алоэ вера прекрасно очищает. И вообще, алоэ вера это такое чудо, которое нам природа подарила. Обильно. Вот. И это потрясающее было очищение. Я помню, применяли с маленького количества, там, 40-50 миллилитров один раз в день. Прекрасное было ощущение. Вот. Так вот, сейчас, имея такие технологии, вот, можно, значит, применять и гидроколоннотерапию. Теперь смотри, я нашел здесь клиники, которые потрясающе применяют альтернативные техники. Значит, гидроколоннотерапия с озоном. Тогда озон еще вообще не делали. В Америке делали первое время, где-то, ну, в 20-30-х годах были приборы, которые, озонаторы, которые очищали воду. Потом они прекратили делать. Сейчас каждый человек может купить себе озонатор, значит, озонировать воду и делать клизмы. Вот. Есть клиники, которые делают колонии киригейшин с озоном. Но эту клинику надо найти. В основном это делают не на территории Америки. Вот. В России и на Украине легко можно найти такие офисы, где делают гидроколонотерапию с озоном. Вот. Дальше есть клиники здесь, которые насыщают кровь озоном и опять перескиваются в вену в систему. Вот. Потрясающее улучшение происходит, сгорают все эти вирусы, бактерии, паразиты, усиливается окисление, восстанавливается обмен веществ, человек омолаживается. Дальше здесь есть значит другая терапия это гирудотерапия. Гирудотерапия здорово тоже как бы волшебно помогает восстанавливать обмен веществ всех органов, особенно, особенно эндокринной системы. но это ведь под руководством врача надо. Человек себе если не знает трудно ему проводить это все. Во-первых он не знает где купить эти пьявки. Есть специальные пьявки. Они под корягами в озере. вот я хочу показать еще метод омоложения который разработал Бенедик Ласт. Это как бы душ, но человек находится в ванне, в расслабленном состоянии. и вот эта струя пускается туда где находится эндокринная система железы. Это классная штука человек вместо того чтобы где-то мыться лежит себе в ванне правильно и делает эти упражнения ничего такого особого не надо замечательно замечательно вы потом ссылочку сбросьте многим понравится я полагаю да я скажу это Бенедик Ласт он вообще был очень талантливый врач который написал очень много книг был ученик Севастьяна Кнейпа специально он ездил туда в Германию чтобы научиться наторопатии вот это его метод Бенедик Ласт и я говорю в своих роликах тоже каждый может найти я подробно говорю о том как получается физиологическое омоложение Эдгар Кейси в свое время тоже говорил об омоложении и он уделял очень много времени именно прочищением промыванием толстого кишечника содой и солью еще немного добавлял йода и вот эта смесь она постепенно прочищала вот и очищала человека от этих каловых масс которые преждевременно отравляли эндокринную систему и все органы то есть психология физиология значит переучивание человека как правильно жить как правильно вести себя где что покупать как есть этика эстетика питания все это необходимо естественно человек должен поменять свое сознание до отъезда Миша пришла ко мне одна женщина у нее были розовые угри она 7 лет лечилась она сама из Украины и естественно у ней был такой фрустрейшн что она хотела застрелиться вот за 7 лет ни на 1 процент улучшения не было все лицо было испорчено и когда она смотрела в зеркало просто она не набирала себя она не знала что делать вот я значит первое всего не стал ее лечить я значит мы провели беседу я ее вел в транс и сказал что это все излечивается что если ты исполняешь программу я тебе гарантирую не сто процентов а тысячи процентов потому что извечивать будет сама мудрость твоего тела твои резервные силы нам надо очистить кровь нам надо очистить органы вот когда она поняла о чем идет речь она стала выполнять все пять плюсов веришь или нет за два с половиной месяца у не стала чистая кожа до этого у не были такие кризы и все развивается дневроз она развилась с мужем вот сейчас это совершенно другой человек она видит себя как королева вот и она как бы так благодарна каждой неделе мне звонит и благодарит вы из меня сделали королеву нашла себя другую работу мне сейчас несколько бойфрендов то есть они совершенно поменялась жизнь она себя сейчас уважает и любит доктор вы не просто лечите вы устраиваете судьбы людей вот я игра и потом имеют претензии к вам но это мы сбросим на неграмотность просто непонимание того что происходит вот многие говорят что судьба в руках бога правильно в руках бога но бог дал эту судьбу в руки человек то есть он как бы не вмешивается он уже все дал но поскольку человек элементарно не понимает законы природы и этой физиологии и психологии то получается так что его судьба в моих руках пока я научу вот это состояние болезни и несчастья будет продолжаться или же он найдет другого человека который его обучит то есть я не как врач выступаю а как эдукейтер как воспитатель как учитель как наставник если человек исполняет программу я ему гарантирую не сто процентов а тысячи процентов потому что бог хочет всех видеть здоровыми и счастливыми как быть здоровым счастливым и молодым то есть процессы омоложения оздоровления вот все кожные заболевания это зашлаковка третьей четвертой пятой степени крови значит все болезни кожи практически это измененное состояние крови это зашлаковка это загрязнение это нарушение кровеносных сосудов это нарушение гормональной системы и нервной системы естественно которые приводят к неврозу так вот питание для всех такое кому вегетарианское кому постепенный переход на вегетарианство кому сразу кому сразу соковая диета кому то сухое голодание кому то водное голодание кому то значит трехдневное голодание кому то семидневное голодание и так далее то есть все зависит от состояния человека вот такое вот приблизительное питание а самое главное как комбинировать как комбинировать пищу доктор вы знаете давайте мы с вами на эту тему поговорим уже в следующий раз поскольку у нас сейчас очередная программа сегодня очень плотный распорядок плюс ко всему прочему бедный меркурий сколько на него уже наговорили у нас постоянные какие-то вопросы с интернетом то есть мы к нему а он от нас поэтому у нас вот и сегодня был обрыв и до этого был обрыв ну надо отойти и дать возможности отдохнуть нашему порталу и отдохнуть от нас интернету а тем более что время у нас уже как бы и так подошло к завершению мы с вами встретимся 27 числа дорогие друзья обращаясь к вам мы встречаемся с доктором увайдовым по вторникам и время нашей беседы 9.30 по времени города чикаго или 17.30 по москве или по киеву ну на этом тогда разрешите с вами попрощаться пожелать вам смены фронта погоды поскольку сейчас у вас совсем не так как обычно у вас бывает когда вы живете в лос-анджелесе поэтому благоденствие вам доктор и вашим пациентам и вашим клиентам до новых встреч удачи всех благ до свидания